Всех приветствую. Сегодня у меня шестой iPhone. Замена дисплейного модуля. Рабочий экран. Всё работает. Здесь вот скол можете видеть. Не знаю видно ли вам. Вот она трещина. Клиент хочет поменять. Заменить дисплейный модуль. Снимаем как обычно торцевые винты. Заказали вот такой вот дисплей. Точнее дисплейный модуль. Очень хорошего качества. Заклеенный пластиком с внутренней стороны. С внешней тоже. Шлейф дисплея, тачскрина. Тут имеется такая решетка. Вот. В общем-то ничего особенного. Есть разные комплектации данной модели. Итак, давайте проверим дисплейный модуль. Можно снять вот так вот. Вновь, как обычно, на айфонах металлическая заглушка, под которой находятся разъемы тачскрина и дисплея. В шестом айфоне еще и есть разъем кнопки HOME под данной заглушкой. Обратите внимание, три болтика одинаковых сняли. И здесь в верхней части заглушки находятся два разных винта. Один поменьше. Вот с этой стороны чуть подлиннее. Не путайте винты. Покажу поближе. Итак, отстегиваем разъем верхнего модуля. Кнопка HOME, дисплей, тачскрин. Ставим. Так, вот это все дело должно быть вот так. Вообще-то. Пристегиваем новый модуль. Включаем. Проверяем. Вот, все работает. Отключаем. Совсем отключаем айфон. Отстегиваем разъем. Убираем пока айфон. Давайте переставим. Снимаем пластик. Итак, переставляем все элементы со старого дисплейного модуля на новый. Начинаем с кнопки HOME. Снимаем металлическую заглушку кнопки HOME. Одинаково, два одинаковых винта. Кнопку можно отстегнуть. Вот так вот. Отклеить. Если сильно приклеено, можно нагреть. Резинка также на двустороннем скотче. Отклеиваем. Судя по всему, менялся дисплейный модуль раньше. Итак, снимаем металлический экран защитный. Он крепится к рамке. Раз, два, три, шесть, семь. Семью маленькими винтами одинаковыми. Складываем в стороне. И два винта. Один снизу. И один сверху. Чуть подлиннее от того, который снизу. Металлический экран можно вытащить. Здесь, обратите внимание, находится шлейф, который проходит под металлическим экраном. И вот выходит вот сюда. Это шлейф кнопки HOME. То же самое здесь посажем на двусторонний скотч. С этой стороны можно прогреть. Чтобы проще его можно было отлепить. Вот она эта деталька. Вот этот шлейф. Убираем в сторону пока. Так, разбираем верхний модуль. В верхнем модуле снимаем металлическую заложку верхнего модуля. Она также прикручена двумя разными болтами. Вот этот у нас подлиннее здесь и здесь покороче. Убираем в сторону. Здесь у нас находится камера. Передняя камера. Вот резинку. Датчик и разъемы верхнего динамика. И вот металлическая решетка уже есть здесь. Вот. Снимаем верхний динамик. Рамка камеры передней. Пластиковая прозрачная. И такая же тоже пластиковая прозрачная рамка самого датчика. Она обычно остается здесь. Но учитывая, что дисплейный модуль раньше менялся. Логотип стоит другой марки. Вот. Все снимается так легко. Итак. Переставляем все на новый дисплейный модуль. Заглушку металлическую. Вот эту вот сеточку можно снять. Потому что здесь она у нас уже есть. Вот она. Вот она у нас. Вот. Выкидывать не надо. Пригодится. Итак. Вставляем верхний модуль. Вставляем сетку. Покажу поближе. Вставляем сетку. Верхний микрофон. Здесь у нас есть метка. В которую мы должны попасть. Далее. Далее ставим датчик. На свое место. Разъем верхнего динамика. Далее. Убираем в сторону. Ставили свое место. Ставим пластиковую рамку верхней камерой. Вот. Далее ставим верхний динамик. Совместите отверстие верхнего динамика. Два верхних отверстия. Далее. Давайте поправим рамку. Чтобы камера в нее села. Далее. Разъемы. сверху. Камеру. И металлическую заглушку сразу. Берем винты. Ставим металлическую заглушку. Сверху. Скручиваем винтами. Сверху. Два винта. Вот этот вот по длине. Справа. И с этой стороны чуть покороче. С левой стороны. Так. Ставим металлический экран. Металлический экран ставится сверху. То есть. Вот эта часть металлического экрана должна лечь сверху. В нее мы закручиваем длинный болтик. По сравнению с тем, который идет в то же место. Только вниз. Вот сюда. Вот сюда идет чуть покороче. Так. Ставим кнопку. Кнопку. Холм. Пристегиваем к разъему шлейфа. Далее ставим металлическую заглушку. Два одинаковых винта. Ее закручивают. И те самые семь маленьких винтиков, которые держат на задний экран металлический. Прикручиваем к рамке. Далее. Дальше порой oven к рамки уencia сверху. Дисплей готов, устанавливаем дисплейный модуль, кнопка Home, дисплей, верхний модуль. Давайте включим сразу, ставим заглушку, также если вы помните внизу вниз у нас в нижние три отверстия методической заглушки, идёт три одинаковых маленьких винта. И наверх справа идёт вот такой вот длинный отверстие, и углевое отверстие коробки покороче. Итак, всё работает, вставляем аккуратно дисплейный модуль, аккуратно вот с этим местом. Судя по всему, клиент попросил поменять, потому что уже меняли дисплейный модуль, здесь вот треснуло, поэтому будьте осторожны. Сами видите, да, какое стекло здесь может запросто треснуть, что скорее всего и произошло с прошлым дисплейным модулем. Не помню, сказал ли я о цене замена дисплейного модуля на сегодняшний день у нас стоит в Испании 150 евро, 135 евро стоит дисплейный модуль и 15 евро работа. Вот. Либо вы можете поменять дисплейный модуль в официальном Apple Store, который находится у нас в Барселоне. Вот. Стоит 109 евро, если, конечно, кто-то здесь находится или кто-то сюда приезжает. Вот. Очень хорошего качества дисплейные модуля. Вот эти вот ничем не отличаются от оригинальных, которые ставят в Apple Store официальном. Дальше уже вам судить. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Dov. Только что мы поменяли дисплейный модуль на шестом iPhone. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. Спасибо за внимание. Удачи! Удачи! Удачи!